Субтитры сделал DimaTorzok Watch Dogs. Как же много ажиотажа и как много неоправданных ожиданий в этом названии. Игру ждали несколько лет, и когда она вышла, спустя несколько часов после её выхода, на форумах появились абсолютно различные сообщения по своему содержанию. Кто-то хвалил игру, кто-то ругал, но вот чего было больше, руганий или похвалы, сказать довольно-таки трудно, но мы с вами попробуем разобраться и понять, что же из себя представляет Watch Dogs и что с ней случилось на стадии её разработки. Буквально каждый аспект игры вызывает спорные ощущения, от графической составляющей до звукового сопровождения. Начнём, пожалуй, с вещи, которая вызвала самое большое количество претензий к игре — графической составляющей. Человек, не ждавший Watch Dogs самого первого трейлера, справедливо может заметить, что графика в игре, конечно, звёзд с неба не хватает, но она при этом весьма и весьма хороша. Виртуальный Чикаго выглядит потрясающе при любой погоде, особенно во время проливного дождя. Машины заполняют дороги, виртуальные болванщики деловито сноют туда-сюда по своим делам. Неоновые вывески и фонари освещают погружающийся в ночную тьму город. Ветер поднимает листву и газеты с тротуаров, а из канализационных люков идут тёплые клубы пара. Разве это самая плохая графика? Нет, для 2014 года она смотрится хорошо, а в некоторых местах даже превосходно. Возникает справедливый вопрос — так почему же игрокам не понравилась картинка в Watch Dogs? Теперь взгляните на это демо, показанное разработчиками на выставке E3 2012. Как видите, здесь графика немного отличается от релизной версии и, к сожалению, в лучшую сторону. Понятное дело, что все ожидали именно такого качества графики на релизе игры, но не получив его в итоге, совершенно справедливо подняли огромную волну говна. На самом деле, мы все попались на удочку Ubisoft, которым, наверное, захотелось повторить успех мифического трейлера Killzone 2 от Guerrilla Games, который, как выяснилось позже, продемонстрировал абсолютно не то, что было в релизной версии игры. С самого показа демо Watch Dogs на E3 разработчики неоднократно намекали на то, что игра создается на игровом движке Anvil Engine, на основе которого была создана вся серия Assassin's Creed, вплоть до Unity и грядущей Виктори. И именно поэтому все охотно поверили им, потому что мощности Anvil Engine хватало, чтобы воссоздать такое качество графики. Для сравнения, тот же Assassin's Creed Unity выглядит практически идентично графике из демо Watch Dogs 2012 года. А учитывая, что в то время разработка Unity уже велась практически два года, можно сделать вывод, что разработчики не соврали, и то самое демо действительно могло быть на движке Anvil Engine. Однако, в 2013 году технический директор игры объявил, что игра создается на совсем другом и специально созданном для Watch Dogs движке Disrupt. Шутка ли, но именно тогда уже можно было разглядеть заметные различия в качестве графики, в том числе системы освещения. И это неудивительно, ведь с прошлым движком Anvil у Disrupt нет ничего общего. Но и тут они слукавили, потому что Disrupt, как оказалось позже, создан на основе игрового движка Reflections Engine, который до этого использовался в другой игре от Ubisoft, Driver San Francisco. И если мы взглянем на нее, то сразу увидим, откуда растут графические корни нынешней Watch Dogs, в том числе та самая кривая система освещения, которую все ругают. Надо сказать, не самый удачный выбор они сделали, учитывая, что сама Driver San Francisco оказалась далеко не идеальной игрой. Это объясняет и то, почему разработчики так усиленно нахваливали вид с салона автомобиля, потому что в Driver San Francisco это было одно из немногих вещей, сделанных на высоком уровне. Также в Disrupt Engine частично были задействованы некоторые наработки Anvil Engine и Duna Engine, но о них мы поговорим чуть позже. Это первое противоречие красивой, но в то же время и уродливой Watch Dogs. С релизом игры стало окончательно ясно, что никакой революции не случилось, и Watch Dogs представляет собой типичный открытый мир от Ubisoft с сотнями заданий, захватом вышек, синхронизацией точек и прочим. Неизвестно, куда пропал тот самый живой мир из демо 2012 года. Прохожие практически не реагируют на Эйдена Пирса и не помогают людям, попавшим в аварию или другую беду. Полицейские выполняют скорее роль пушечного мяса, и даже близко не такие опасные, как в демо ранних годов. И это неудивительно, ведь за открытый мир отвечала часть движка Anvil Engine. Именно поэтому он получился по Assassin's Creed огромным и пустым. Получается, что Ubisoft сами не могли определиться, на каком движке все-таки делать игру. Самое смешное, что даже довольно сильную сторону Anvil Engine они и не думали использовать, а именно симуляцию огромных толп людей, а также их поведение на улице. Да, в той же Assassin's Creed прохожие хоть и не были основными примерами живности, но даже там они были реализованы куда лучше, чем в Watch Dogs. Непонятно зачем, Ubisoft для симуляции искусственного интеллекта и растительности взяли доработки Dune Engine. Не спорим. Трава, деревья и прочие выглядят в Watch Dogs потрясно. Ну, собственно, как и в Far Cry. И Ubisoft можно понять, но вот чем они думали, когда брали в основу искусственный интеллект наработки из Far Cry? Итого мы имеем абсолютно деревянных и практически ни на что не реагирующих городских жителей, которые разбегаются кто куда, стоит лишь им услышать выстрелы. Ну и понятное дело, что их поведение и близко не такое, как в демо 2012 года, и в большинстве своем копируют интеллект из Far Cry. Главная геймплейная фишка игры — хакинг. Слишком однокнопочная, и половину ее функции придется использовать всего пару раз за всю игру. И то по сюжету. Перестрелки до безобразия простые, так как по сравнению с тем же демо 2012 года пирс превратился в настоящего терминатора, способного принять лбом с десяток пуль, а потом добежать до врага и вырубить того с одного удара, что делает применение всех этих дополнительных хакерских примочек Эйдена пустой тратой времени. Поездки на машинах тоже ничего особенного из себя не представляют, и разумеется, даже до обычных гоночных игр им как до пекина на самокате. Огромное количество побочных заданий служит лишь для набора опыта и прокачивания не совсем нужных навыков. И это далеко не полный список того, в чем Watch Dogs разочаровал. Но вопреки всему вышесказанному, играть в игру, ну, все-таки интересно. Те хаки, которыми игрок будет пользоваться чаще всего, действительно эффективные. Перестрелки хоть и простенькие, но не лишены драйва. Машины как будто вырезаны из дерева, но все же кататься на них приятно. Сказывается опыт времен с разработки Driver San Francisco. Разработчики не соврали, когда обещали очень крутой вид из салона машины. Включить музыку в радио и прокатиться под ливнем по городу на каком-нибудь спорткаре действительно роскошное чувство. Хоть многие жалуются на топорное управление, но оно касается только управления на клавиатуре. На геймпаде автомобиль чувствуется в целом приятно. Задания хоть и однообразны, но при этом смогут увлечь игрока на долгое время. Да и часто они обставлены весьма и весьма интересно. Будь то захват вражеской территории, либо же проникновение в один из частных домов и подглядывание за его обитателями. Отдельным пунктом среди побочных развлечений идут глюки цифрокайфа. Словив приход, герой будет попадать в настолько безумные и смешные ситуации, что некоторым из них позавидовал бы даже Сайнс Роу. А отдельные из глюков и вовсе интереснее большинства сюжетных миссий. И так как игровой движок Watch Dogs использует наработки фаркраевского Дюна Энджин, то в игре присутствует и очень недурный стелс. Флот до того, что большинство миссий можно пройти даже не используя оружие. Но это скорее всего развлечение для любителей и оно сугубо зависит от индивидуальных предпочтений. Вот и второе противоречие, однообразный и ничем не выделяющийся, но в то же время интересный и по-своему увлекательный Watch Dogs. Сюжет. Ну скажем так, тут он явно не стоит во главе угла, а служит скорее дополнением. Он самый обычный, без каких-либо претензий или заявлений, полный шаблонов, картонных персонажей, глупостей и сюжетных поворотов в стиле второсортных боевиков. Но плохо ли все так, как на самом деле кажется? Отнюдь. В большинстве своем персонажей, хоть и с опилками в голове, но те пару-тройку личностей, с которыми мы будем взаимодействовать, не надоедают и даже вызывают определенные чувства. Сам Эйден Пирс перетерпел довольно существенные изменения в ходе разработки игры. Если в 2012 году он был худощав и с длинными волосами, напоминая типичного компьютерного задрота, то в нынешней постаси он обрел более мужественные черты лица, квадратный подбородок и стал напоминать типичного голливудского красавчика и уж никак не компьютерного задрота. Ну реализм так и блещет. Но бог с ним. Юбисофт не первый, кто хотели донести образ хакера до широких масс людей, сердец девушек. Главное, что несмотря на изменения во внешности, его характер и поведение все еще так близко к простому и честному, но такому скрытому и малообщительному геймерскому народу. Это, конечно, не отменяет гротеск, присущий его образу. Ведь в нашем мире так много задротов, которые смогут вырубить пару-тройку спецназовцев и бегать быстрее у Сейна Болта. Этот факт все же объясняется тем, что свое детство Эйден провел в неблагополучном районе, а еще потом отмотал около года в исправительной колонии. Так что драться, стрелять и бегать ему приходилось частенько. К счастью, история не нагружает игрока какой-нибудь глубокой и излишней философии анонимусов и не пытается достучаться до потаенных мыслей игроков. Это просто крепко сбитый середнячковый экшен для приятного времяпровождения. Это третье противоречие шаблонной и глупой, но от этого не менее увлекательные ватчдокс. И последний, скорее более субъективный пункт – музыкальное сопровождение. К сожалению, тут хочется скорее поругать, чем похвалить. Оригинальный саундтрек, и да, он здесь присутствует, но это все, что можно о нем сказать. Несмотря на то, что за него отвечал Брайан Райтселл, который написал музыку к сериалу Ганнибал и игре Red Faction, между прочим. В большинстве своем саундтрек не замечается и уж тем более не запоминается. В общем, композитор в этот раз не затащил. Но также в игре есть и подборка треков от самых разных исполнителей, самых разных направлений музыки. Хотелось бы сказать, что они спасают ситуацию, но нет. Большая часть треков состоит из блюза и панк-рока, который ну никак не подходит всей этой атмосфере Большого Горда и хакерских разработок. Короче, можно было бы поставить жирный минус всем, отвечавшим за звуковое сопровождение ватчдокс, но притормозим на секунду. В игре вы не раз услышите очень крутые и атмосферные амбиенты авторства Леви Дорана. Отсюда и резонный вопрос. А почему нельзя было доверить весь саундтрек ему? Ведь парочка написанных им мелодий лучше всего оригинального саундтрека игры. Во время прогулок по Чикаго игрок будет постоянно натыкаться тут и там на уличных джаз-исполнителей. Что, разумеется, не просто так, ведь именно Чикаго когда-то в далекие бородатые 20-е года и вызвал расцвет джаза как одного из направлений музыки и даже основал собственный уникальный стиль Чикаго джаз. Так вот, весь этот уличный джаз очень органичный и атмосферно вплетен в игру. Не раз игрок просто будет останавливаться посреди парка и наслаждаться этой прекрасной музыкой. Несмотря на то, что в плейлисте Watch Dogs много лишних песен, нельзя отрицать и то, что там есть действительно крутые треки, из-за которых просто не хочется уходить из машины. А некоторые из них, возможно, даже немедленно перекочуют на ваш плеер или телефон. Это четвертое противоречие Watch Dogs. Есть еще одна вещь, о которой хотелось бы упомянуть, а именно жестокость. Наблюдательные могли наверняка заметить, что игра сначала имела куда более темный антураж и историю. Это чувствовалось буквально во всем. В поведении персонажей, в их разговорах, освещении, даже во внешности. Соответственно, даже в первом демо Эйден более жестоко расправлялся со своими противниками. Что странно, игра так и осталась при возрастном рейтинге 18+. Но в релизной версии, анимации добивания выглядят куда менее жестокими, чем два года назад. Ну то есть, сами посмотрите. В финальной версии добивания выглядят какими-то пластмассовыми, что ли, неправдоподобными. Наверное, кто-то спросит, мол, зачем в игре эта бессмысленная жестокость? Ну уж простите, если бы в реальной жизни за вами охотились вооруженные до зубов наемники, разве бы вы могли вырубить их любым возможным способом, не применяя агрессии? Эти парни хотят убить Эйдена, а значит, он может не сдерживать себя. К сожалению, это было куда лучше показано в ранней версии Watch Dogs. Ну и что же мы получили в итоге? Две одинаковые, но при этом как бы парадоксально не прозвучало, разные версии одной и той же игры. И кто же виноват в обманутых ожиданиях игроков? Может быть, разработчики, которые так и не решили, с какой же версией движка им окончательно работать. Может быть, виноваты сами Ubisoft, которые поторапливали разработчиков. А может быть, виноват пиар-отдел, который заставил поверить игроков в то, чего нет на самом деле. Ну а может быть, игроки у себя сами в голове что-то надумали и не так поняли сам вот этот вот пиар-ход Watch Dogs. Но тот факт в том, что игра получилась неплохой, несмотря на все обманутые ожидания, это факт. И отрицать его нельзя. И это, в принципе, является основной дилеммой Watch Dogs. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Эстер. Поддержите проект «Игровые дилеммы» лайком, ставьте их и пишите в комментариях свое мнение о Watch Dogs. Ну а мы на этом, в принципе, заканчиваем. Субтитры сделал DimaTorzok